Привет, друзья! Это Лена и добро пожаловать снова на мой канал. Добро пожаловать в первую часть нашего видео с покупками и посылками. Мы открываем одну из посылок, которая мне пришла. На этот раз всего одна. Посмотрим, что там. Я примерно догадываюсь. Примерно. Так, у нас здесь маски. Много-много масок. А вы знаете, как я люблю маски. Так, я вижу три в похожих упаковках. Это у нас Institute Estee Lair. Я знаю эту марку. Я люблю эту марку. У них вышли три новые маски. Первая это Platinum Peel Off. Так, платиновая маска-пленка для лица матирующая. Дальше здесь есть содовый скраб для лица выравнивающий. Ого! Так, и третья это золотая маска-пленка для лица контурирующая. Я не знаю, почему я контурирующая. Прочитала так через О. Вот. В общем, это она. Меня, честно говоря, больше всего привлекает скраб с содой. Глубоко очищает поры, эффективно и бережно отшелушивает, выравнивает микрорельеф кожи, осветляет черные точки. Освежающее масло лайма способствует антисептическому и противовоспалительному действию, тонизирует, снижает уровень засаленности кожи, делая ее матовой и гладкой. Ага, отлично. В целом это звучит как то, что нужно для жирной кожи. То есть матирующая, скраб, супер. Так, ну и как бы вот. Привет! Так, и еще есть кое-что от Институт Эсталея. Это уже обычные масочки. Так, это, видимо, тканевые маски, которые я так люблю. Да, суперфуды. Они все с тематикой суперфуд. Итак, первая это тканевая маска для лица Кумкват и Чиа. Усиление питания, витаминизирование кожи, заряд энергии и тонус. Свежесть и сияние, антиоксидантное действие. Так, вот есть она. Следующая тканевая маска Амарант и Бобы Мунг. Детокс эффект, глубокое очищение, повышение упругости, восстановление клеток кожи, смягчение и питание. Так, и следующее это брокколи и масло подсолнуха. Ууу, брокколи. Я люблю брокколи. Искренне люблю брокколи. Замедляет старение кожи, смягчает и увлажняет, активизирует процесс регенерации, оказывает антиоксидантное действие, охлаждает и успокаивает. Сейчас такая жара на улице, наконец-то. Вот это будет вечером самое. Окей, и дальше это еще одна марка, которую я очень люблю. И это Шери. Я обожаю тканевые маски от Шери. В целом у них очень хороший уход. И смотрите, они... Они блестят. Так, окей, первая со змеей. Увлекательно. Это у нас тканевая маска для лица. Пептид, синейк и ретинол. Борьба с талением кожи, тонус и витаминизирование, антипигментация и увлажнение. Дальше у нас здесь есть акула, сквалан и комплекс витаминов. Это у нас увлажнение, помогает нормализовать кожное дыхание. Гуд. Улитка. Мы все любим средства с муцином улитки. Муцин улитки и цантелла азиатская. Ревитализирующая маска на основе муцина улитки. Потом пчела. Мед и маточное молочко. Увлажняет, хорошо отшелушивает, нейтрализует сухость. Так, и последние две маски. Первая это с ласточкой. Они такие красивые. Смотрите, как они классно блестят. Так, это экстракт ласточкиного гнезда и омега-3. Маска специально разработана для поддержания упругости и эластичности кожи. Омолаживающий экстракт ласточкиного гнезда в составе богат аминокислотами и микроэлементами. Так, и последнее это у нас... Ууу, с бабочкой. Я просто не могу, они такие некрасивые. Это у нас пептиды, протеины и аминокислоты шелка. Тонизирует, выравнивает, подтягивает и увлажняет. Вот. Все эти маски нужно держать на лице по 15 минут. И они должны делать лицо лучше. У меня было много масок Шери, и я им всем была довольна. Поэтому я с нетерпением жду, чтобы снова их попробовать. И это все для первой части покупок и посылок. У меня на губах, в случае, если вам интересна, помада Мэг. Мак для тех, для кого это принципиально. Оттенок Fanfare. Вот. Очень любимый. Так что это все. Спасибо за просмотр. Увидимся во второй части. Привет, друзья. Это Лена. И добро пожаловать во вторую часть видео с покупками и посылками. Я ее только что сняла. И моя камера ее не записала. Поэтому мы снимаем ее заново. Все в порядке. И первое, что мне пришло, это посылка от Faberlic. Первое, что я заказала, это вот такая футболка с белой-синими полосками. Она симпатичная. И мне кажется, что это очень хорошая базовая вещь. Абсолютно подо все. Она будет хороша с джинсами, с белыми шортами от Faberlic, которые я заказала до этого. Возможно, с юбкой, под блейзер, под кардиган, под что угодно. Очень хорошая базовая вещь. Дальше я заказала вот такой набор маленьких баночек, которые будут идеальны для путешествий. Смотрите, есть одна со спреем. Сюда можно, например, тоник или спрей для волос поместить. Есть одна с дозатором. Сюда можно, например, что-то, что выливается. Например, гель для умывания поместить, чтобы он удобнее хранился. Есть две вот такие одинаковые баночки. Я думаю, что, например, шампунь, бальзам для волос или гель для душа, что-нибудь такое. И еще две вот такие баночки для крема. То есть, например, крем для лица, крем для век. Ну, условно говоря. И также здесь есть лопатка для того, чтобы эти крема перекладывать в баночки. Мне очень понравилась концепция. Здесь есть абсолютно все, что нужно. Я как раз вот, ну, мы с мужем в августе как раз едем в очередное путешествие, и эти баночки поедут со мной. Мне также понравилась косметичка, то есть как бы все будет герметично, ничего никуда не выльется, все очень удобно. Мне понравилось здесь целых 4 разных баночки. Мне кажется, что это здорово, плюс маленький для кремов. В общем, мне это очень понравилось. Дальше я давно хотела заказать какую-то обувь в Эберлик. И я решила начать вот с таких платформ, потому что вы знаете меня. Я обожаю бежевые платформы, я постоянно их ношу. Это хорошая обувь для меня на каждый день, потому что, с одной стороны, здесь есть анкетка, то есть как бы вы выглядите повыше, ножка, кажется, подлиннее, поизящней. Но в то же время это намного устойчивее, чем каблук. Поэтому на каждый день это идеальная обувь, и я решила взять такую уф Эберлик. Все сделано хорошо, как бы нитки ничего не торчит, и все сделано аккуратно. И качественно, я думаю, что это очень будет хорошая обувь на каждый день. Так что как раз сейчас мы можем едем гулять, я думаю, что мне это пригодится. Дальше я взяла вот такую щетку. У нее довольно редкие зубчики, и она будет очень хороша на тот случай, когда мои волосы распушились или запутались. Их нужно просто осторожно прочесать и распутать, без того, чтобы слишком сильно их прочесывать и потенциально портить их. В общем, я давно хотела такую расческу, увидела уф Эберлик, схватила, очень довольна. Дальше каталог следующий. У них появятся средства японские для волос. Будет как бы два с сакурой. Дальше будут с лотосом и с вулканическим пеплом. Я, безусловно, закажу, просто потому что я настолько довольна их корейской серией, что отлично. Также я в каталоге нашла патчи под глаза, а я обожаю патчи под глаза. Поэтому я, безусловно, их закажу со следующим заказом. Вот. Это все из Эберлик. Как бы буду носить. Надеюсь, что мне понравится. Дальше мне пришло кое-что от одной марки. Это Сибирина. Первое, что я взяла, это гидрофильное масло для снятия макияжа, потому что я люблю масло для снятия макияжа. Они очень хорошо и эффективно снимают все. Поэтому я взяла его. И также я взяла мыло Бельди, потому что у меня было мыло Бельди одной марки. И оно идеально глубоко очищало кожу. То есть я в душе обычно его оставляла на 5-10 минут. И после этого кожа просто потрясающая. Такая гладкая и шелковистая. И очень глубоко очищенная, но при этом совершенно не иссушенная. Поэтому я взяла вот такое мыло. Я думаю, что я сегодня же им и воспользуюсь. Вот оно все натуральное. И это отечественный производитель, что всегда классно. Так, и это все, что мне пришло. Я надеюсь, что вам понравилось. Если да, то палец вверх. У меня на губах блеск для губша Сейда. Оттенок PK304. И да, спасибо вам большое за просмотр. Хорошего дня. Прекрасного настроения. И пока-пока. Привет, друзья. Это Лена. И добро пожаловать снова на мой канал. И добро пожаловать в третью, по-моему, часть видео с покупными посылками. Итак, мы начинаем. Во-первых, я заказала с сайта Wildberries, потому что я люблю Wildberries. Итак, я заказала свое любимое спортивное питание. Это марка Bina Sport. Я, кстати, не помню, я вам про них рассказывала или нет, потому что для меня это вот как бы основа моего спортивного питания. Я часто бегаю на беговой дорожке. Я занимаюсь силовыми тренировками. У меня также муж занимается футболом, поэтому мы довольно спортивная семья. Вот, так что я использую спортивное питание. И вот, что я в них взяла. Во-первых, я взяла еще один стакан. У меня есть один желтый. Я его... В целом, я в нем, в основном, ношу воду с собой просто, когда я где-то гуляю. Вот, я взяла еще один для мужа, потому что они удобные. И у них очень удобная крышка. Сейчас я вам покажу. Вот, она очень хорошо фиксируется. И как бы она не проливается. Ее можно брать с собой в сумку. Вот, ему на тренировке я также взяла ее. Она такая черная с желтым, что люблю такое. Так, дальше еще немножко элькарнитина. Он у нас есть. Мы его активно используем. Его нужно принимать примерно за полчаса, за час до тренировки. Вот, он повышает вашу выносливость, помогает сжигать жиры, что отлично. Дальше у нас протеин с тирамисо. Я беру у них вот эти вот классные порошки с разными вкусами. Это тирамисо. Вот, их вкуснее всего разводить в молоке. Например, в соевом молоке или в огучном молоке. Смотря какую вы предпочитаете. Вот, там есть мерная ложка. Вы кладете одну стакан молока, размешиваете, выпиваете, опять же, там где-то за полчаса до тренировки. И оно помогает вам, ну, как бы, сжигать и наращивать мышечную. Так, и еще немножко протеина, просто потому что... Я не могу остановиться. Вот, его можно брать с собой. Видите, здесь такие небольшие саше, как бы, на один раз. То есть, это очень удобно, потому что зачастую у меня муж, например, едет на тренировку после работы. Я зачастую тоже прихожу домой после работы и сразу начинаю тренироваться. И поэтому перед выходом с работы хочется принять что-то, чтобы оно успело подействовать до тренировки. Вот, и поэтому я хотела взять вот такие вот, как бы, небольшие саше, что можно было их просто взять с собой на работу, выпить перед выходом и дома или, соответственно, на стадионе уже приступать к тренировке. По этой же причине я взяла еще вот, как бы... Господи, их много. Их много. Кремиум протеин. Вот он. Тут у нас есть земляничка и банан. Есть орех с медом. То есть, очень много разных вкусов. Я взяла несколько. Ну, в смысле, я взяла вот, как бы, набор из разных вкусов, потому что мне нравятся все вкусы. Я хотела пробовать их все. Вот, так как у меня еще целый пакет с этим всем. Так, дальше, как бы, еще много разных порошков. Это у нас BCAA. Ничего много... Я, на самом деле, взяла у них очень много самых разных возможных порошков, потому что я хочу их себе попробовать. Из того, что я пробовала, как бы, все, мне нравится, как работает, ну, как бы, я вижу, что мое тело меняется в нужном направлении, вот, что я пытаюсь сказать. Вот. Так, еще у нас шоколад с мятой. Я имею в виду... Я просто готова этим завтракать. Кстати, этими порошками можно, как бы, ими заменять прием пищи. То есть, я не говорю, что вам нужно для того, чтобы похудеть, пропускать прием пищи и заменять его этим порошком. Нет, это не то, что я хочу сказать. Но зачастую, как я их использую, я ужинаю, ну, часов, там, например, в 7-8. И иногда, при этом, мне снова хочется есть. То есть, знаете, вот, там, часов 11, я такая, мне пора ложиться спать, но я хочу есть. И я не хочу есть что-то, ну, плотное, потому что, как бы, мне сейчас ложиться спать. И тогда я беру, как раз, стакан молока, развожу один из этих порошков, выпиваю его. Он очень сытный. То есть, как бы, это не калорийно, но при этом это компенсирует чувство голода. Так, эльглутамин с киви. Это, как бы, тоже помогает тому, чтобы после тренировок телеса становилась более рельефным. Еще БЦАА. У меня есть подруга, которая фитнес-тренер. Вот, я с ней, как бы, советовалась, что лучше взять. Она мне давала рекомендации. Много порошков. Так, опять же, протеин. Протеин, много протеина. Вот, в общем, я взяла много. Я буду их использовать перед тренировками. Часть отдам, естественно, мужу, чтобы он тоже у меня перед спортом занимался. Еще одна вещь, которую то ли я раньше не видела, то ли она только появилась, но ее видела я такая скорее. Это батончики. Я обожаю батончики. Опять же, их можно есть перед тренировкой, но я, наверное, их буду периодически есть просто вот в течение рабочего дня, потому что я люблю перекусить. Вот, во время рабочего дня мне иногда хочется покушать, и моя основная опция – это, там, я не знаю, купить себе Сникерс, что не очень полезно. Вот, и поэтому вот такие батончики – вот отличная альтернатива. Так, вот есть с орехом, что прям… Я хочу их съесть прямо сейчас, и я с трудом держусь. Вот, а есть просто шоколадные, с ванилью, с разными вкусами, которые, зная, насколько вкусные порошки, я полагаю, что эти батончики тоже будут очень вкусные. Вот, я взяла батончики. Вот, я кину ссылку на Venusport, на Wildberries в описании к видео. Там очень много всего, как бы, почитайте, оно всё, то есть, как бы, это не лекарственное средство, поэтому это можно употреблять. Оно продаётся даже в аптеках, то есть, как бы, в плане состава. Я знаю, что у многих людей есть мнение, что это не очень полезно, такие вот пищевые добавки спортивные, которые там… Но эти, у них хорошие составы, то есть, они даже продаются в аптеках, поэтому в этом плане, как бы, вы можете не волноваться. Вот, ну, и, как бы, я их принимаю уже несколько месяцев, и мне всё нравится, то есть, ну, как бы, никаких побочек для себя я не вижу. Дальше ещё одна посылочка. Итак, это марка EcoCraft. Это марка, как бы, экологичной и натуральной косметики, что я очень люблю. Так, и я у них кое-что взяла, потому что мне хотелось познакомиться и попробовать. И первое, что я взяла, это гидрофильное масло. Я обожаю гидрофильное масло для того, чтобы смывать свой макияж. И это специально для жирной и проблемной кожи чёрная смородина и смола. У меня, как вы знаете, жирная и проблемная кожа как раз такие, и иногда, иногда, редко, но бывает, что гидрофильное масло забивает поры. И поэтому, увидев, что у них есть гидрофильное масло специально для жирной и проблемной кожи, подумаю, о, отлично. То есть, я люблю гидрофильные масла как концепцию, а тут ещё и специально для жирной и проблемной кожи. Далее, это у нас регенерирующий крем для кожи вокруг глаз, французский шёлк. Вот такая маленькая крошка очаровательная, абсолютнейшая. Мне так нравятся их упаковки. Здесь я имею в виду сам дизайн. То есть они цветные, но не цветастые. Я всегда обращаю внимание на упаковки, потому что визуализация, мне кажется, очень важна. Вот, так что маленькая крошка. Крем вокруг век. Дальше. И это как бы концепция того, что я давно хотела... Тебе нужно пройти? Тебе нужно пройти. Хорошо. Это то, что я давно хотела попробовать. То есть это то, про что я читала на американских форумах еще несколько лет назад, как очень классную вещь. И я просто нигде не могла это найти. Итак, это кокосовая вода для лица. То есть я читала, что кокосовая вода это что-то как бы экстра классное и полезное. И я нигде это не могла найти. И поэтому, когда я в этой марке увидела кокосовую воду, я такая, конечно, скорее, скорее, наконец-то кокосовая вода найдена. То есть я так понимаю, что она как бы экстра питает и увлажняет лицо и очень для него полезна. Вот, в общем, я заинтригована. И я была так рада это увидеть, потому что в буквальном смысле я много лет про это читала. И мне казалось, что это просто где-то существует вот в параллельной вселенной по отношению ко мне. И просто я никогда не смогу это найти. И тут вот оно оказалось. Я просто да, да, да. Еще одна вещь. Это скраб для тела. Манго и красный и розовый джинджер. Имбирь. Розовый имбирь. Забыла слово. Да, манго и розовый имбирь. Упаковка. Я имею в виду, насколько она красивая. Каман. О, аромат. Боже, как оно вкусно пахнет. Он сладкий. То есть он пахнет фруктами и какими-то тропическими цветами. Ой, какой упоительный аромат. У меня аж мурашки по коже. Скорей бы его пройти. Я обожаю скрабы для тела. После них кожа настолько гладкая и приятная, что просто... Да. Дальше. Это натуральный дезодорант для тела. Белый грейпфрут и фрезия. Меня заинтриговала эта концепция, потому что я вам много лет говорю, что я пытаюсь отказаться от дезодорантов, в которых есть алюминий. Потому что... Алюми... О, это как раз алюминий. В общем, вот то, что забивает вам все. И это вредно. Я стараюсь покупать дезодорантов, в которых этого нет. А тут он натуральный. Не все натуральные дезодоранты работают со мной. Я особенно, учитывая, что я занимаюсь спортом, периодически изрядно потоотделяю. Поэтому я не знаю, но я очень хотела попробовать. Я, наверное, начну его тестировать с дней, когда, например, я немного выхожу из дома и немного двигаюсь. Если он будет работать как бы и в таких условиях, я попробую его, например, там в офис с собой использовать и так далее. В общем, буду увеличивать нагрузки и посмотрю, насколько мне его хватит. В общем, я очень хотела попробовать, потому что я люблю натуральные дезодоранты. И если он будет на самом деле работать, я обязательно вам отдельно об этом расскажу. Просто потому что это большая редкость. И это классно. Так, и последнее. Это гель для умывания для жирной и комбинированной кожи лайм и мята. Потому что, как вы знаете, у меня жирная и комбинированная кожа. Вот. Я всегда люблю пробовать разные новые средства для умывания, потому что это то, что у меня довольно быстро кончается. И это то, то есть, скажем так, когда у вас жирная и проблемная кожа, вы очень хорошо видите, насколько средства работают. Вот. Поэтому я люблю их тестировать, потому что довольно быстро становится понятно, работает оно или нет. Вот. И опять же, так как это для жирной и проблемной кожи, я подумала, что окей, это, видимо, должно быть достаточно как бы эффективно для такой кожи, как у меня. Вот. В общем, я буду это пробовать и потом вам расскажу, каково мне. Так. И это все из того, что я вижу, что мне пришло. Я думаю, что это конец нашего видео с покупками и посылками. У меня на губах помада Vivienne Sabo. Вот. В такой она упаковочке. Из линейки Merci. Оттенок 0.5. Это один из моих самых любимых холодных таких розовых цветов. Очень его люблю. Вот. В общем, это все. Спасибо вам большое за просмотр. Хорошего дня. Прекрасного настроения. Пока-пока. Прекрасного настроения.